Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня 17 мая, и я учу из своей книги «Драгоценные истины» из греческого языка. Наша тема сегодня — «Что делать, если вы в отчаянии и готовы сдаться?» Если речь идет о вас, если вы в отчаянии, и вам кажется, что вы готовы все бросить, вот что вы должны делать. Слушайте внимательно. Наш стих сегодня — «Послание к евреям», 10 глава, 32 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены...» Это слово будет в центре нашего внимания. «Быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Просвещать по-гречески «фотидзо». От этого слова произошло слово «фотография». Слово «фотография» произошло от этого слова — «фотидзо». Слово «фотидзо» означает яркую вспышку света. Яркую вспышку света, которая оставляет четкий и долговременный след. Вы можете назвать это откровением. Когда внезапно открываются глаза, и вы вдруг видите то, что никогда прежде не видели. Примерно так же было, когда я в конце концов увидел истину о крещении Святым Духом. Эта истина всегда была в Библии, но я ее не видел. Но пришел день, и я был просвещен. «Фотидзо», словно блеснула яркая вспышка света, я увидел то, чего ранее не видел. Автор послания к евреям отмечает, что когда мы переживаем трудности, когда боремся с бедами, мы должны вспомнить былые времена, когда мы были просвещены. Прежние дни по-гречески «протеро», что значит «прежде», «в прошлом». Да, возможно, сегодня вы немного устали. Но если вы сделаете паузу на несколько минут и вспомните прежние дни, прежние дни, когда вы были впервые просвещены, когда Дух Святой открыл ваши глаза, и вы испытали такую радость, и несмотря на сопротивление со всех сторон, у вас была радость Святого Духа. Какое замечательное это было время. Иногда, когда мы находимся в пылу битвы, мы забываем то чудо, которое мы некогда пережили. Нам нужно сделать паузу и сказать «минуточку, минуточку, минуточку». Всё становится слишком сложным и трудным. Я помню былые времена, когда я получал удовольствие от своего спасения. Мы должны вспомнить те прежние дни, когда мы были впервые просвещены. Обратите внимание, что мы должны вспомнить эти дни. Если вы сейчас в самом разгаре сражения, то, скорее всего, ничего хорошего вам не вспомнится. Вам нужно настроиться. Я буду вспоминать. Я сделаю всё, чтобы вспомнить. Я вспомню прежние дни. Эти воспоминания пробудят вас, укрепят вашу веру и помогут преодолеть трудности. Этот стих можно было бы перевести следующим образом. Никогда не забывайте прежние дни, когда ваши глаза открылись, и вы впервые ясно увидели и поняли истину. Позвольте мне помолиться за вас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за каждого пребывающего в отчаянии человека, который слушает меня сейчас. Дух Святой, отнеси их в мыслях к прежним дням, когда они впервые услышали об Иисусе, когда они впервые узнали о Божьей силе. Их сердца впервые открылись для Божьего Слова, и такая радость вошла в них. Я прошу, чтобы ты оживил их этими хорошими воспоминаниями, чтобы они могли смотреть своим трудностям в лицо и побеждать их. Во имя Иисуса. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»